Всем привет! Скажу сразу, ролик не рекомендую смотреть тем, у кого промыты мозги Киселевыми, Соловьевыми и прочими фашистскими пропагандистами. А если вы нормальный здравомыслящий человек, у которого есть критическое мнение, и вы нормально воспринимаете от простых людей информацию, то тогда welcome! Итак, сегодня уже 8 или 9 день, я уже даже сбился с толку, войны России с Украиной. И, конечно, не знаю, это вас поражает или не поражает. Многие ваши, кто в России, расистские пропагандисты, думали, заявляли, что сколько там нужно было дней, чтобы захватить Украину. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Будут встречать с цветами, что это вызвольная спецоперация, в скобочках, потому что это настоящая война и настоящий геноцид во многих городах. Думали, что захватят Украину очень быстро, потому что люди, которые здесь живут, их захватила власть, киевская хунта, как будто бы. Ребята, я снимаю ролики 4 года уже на Альпачине, и вот уже, наверное, второй год пошел на Изи Мастере. Я постоянно говорю на русском, меня здесь никто не ущемляет. Я гражданин Украины. Никогда не было никаких ущемлений со стороны украинской власти насчет русского языка. То, что вам впаривали, это все бред полнейший. Что там про 8 лет говорили? Я, честно говоря, был в шоке после того, как выпустил первый ролик на своих двух каналах. Я его сразу же через час удалил. Хотел изначально удалить через 2-3 часа, но удалил через час, потому что... Я его выпустил на второй день войны. Потому что я был в шоке от сообщений, как я понимаю, моих подписчиков. Это, я надеюсь, уверен, что адекватные люди просто с промытыми мозгами. Я не буду сейчас утверждать, что я тут типа не с промытыми мозгами, хотя я не с промытыми мозгами, потому что я вообще аполитичен. Вот. Хотя иногда смотрел и смотрел русских блогеров, которые сказывались про проблемы в России. Вот. И наших смотрел, потому что у нас тоже много проблем. Но, по крайней мере, за те года при правлении наших президентов двух последних, особенно последнего Зеленского, у нас в стране, хотя его много хейдят, это не без того, но у нас начинает все налаживаться. Начинало. Пока ваши войска не вступили на нашу землю. Ничего. Помогут урожаю следующему. Я немного смотрю и каналы пропагандистские, скажем так. Ну, не то, что много каналов. Некоторые каналы, один там канал смотрю. Я вижу, какую вам информацию впаривают. Давайте я расскажу немного про то, что я увидел за эти дни. У меня, значит, сестра бежала с Харькова, сутки сидела в убежище, потому что выбраться не могла из-за того, что очень много народу массовые, чуть бы не давки на вокзале. У меня сейчас в Киеве сидят в подвале сутками родственники. И знаете, вообще не весело им. Вы там сидите у себя, конечно, смотрите новости. Как я смотрю новости, только я еще тут на месте пытаюсь помогать. Мне повезло, я живу в данной области, где я живу. У нас тихо. Просто у нас очень много беженцев с Харькова, с Киева и с других городов. Люди просто в шоке. Просто. Их города сравнивают с землей. Харьков. Вот именно Харьков просто сравнивают с землей. Огромный город. Даже не миллионник. Там несколько миллионов было населения. Что там? Освободительная война мы не будем трогать. Да, вам там впаривали. Мы не будем трогать мирные населения, только там войска. Там, не знаю, войска там поубиваем. Не знаю, вот, что вам там впаривали. Ребята, откройте глаза. Займитесь для начала. Правда, уже и не для начала. Нужно было заниматься своей страной. Как там ваша гора Куштау? Я смотрел год назад еще ролики. Там какие-то движухи у вас были. Разобрались? А как с другими объектами в вашей родной стране? Разобрались? А как у вас свобода слова? И вот эти вот все дела. Че? А вы к нам пришли? Давайте вы будете... Хотя я понимаю, конечно, вам мозг промыли капитально. Люди, смотрите тех людей, блогеров, которым вы доверяете. Черпайте информацию не с телевизора. Хотя что я вам уже... Хотя что тут вам уже советовать? Я просто, честно говоря, после того видео первого, что я прочитал в комментариях, конечно. У нас тоже врут. Окей, ничего не буду сейчас рассказывать. У нас тоже есть потери. У нас не так все хорошо, возможно, как вы, как некоторые, скажем так... То есть вы мне сейчас можете сказать, что ты тут сейчас рассказываешь, что у вас тут все офигенно на Украине, все идеально. Вот. У нас не все идеально, у нас не все хорошо, но с каждым годом у нас все налаживается. Вот. Вы там разобрались у себя? Как там ваши бабушек накормили, которые просрочку хавают? Давайте вы сначала разберетесь со своим государством, прежде чем лезть в наше. Не ссорьтесь, пожалуйста. Не хочу нагнетать обстановку, но это херня полнейшая. Не верьте пропаганде. Или даже не так. Мыслите критично, проверяйте информацию. И верьте тем людям, которым вы верите. То есть которых вы смотрите. Вот. Живых людей, блогеров. Не знаю, не блогеров. Вот я обычный человек, рассказываю, как есть. Вы меня смотрите уже на протяжении четырех лет. Вот. Ну. Надеюсь, мне кто-то верит. И еще вот такое вот уже в конце ролика скажу. Вы, наверное, вам промыли так мозги, что вы, наверное, реально думаете. Ну, большинство так реально думает, что весь мир против вас. Кому нафиг нужны? Кому нужна Россия? В целом мире. Серьезно. Кому нафиг вообще нужны? Да и Украина особо никому нафиг не была нужна, пока на нее не напали. Вы серьезно? Когда весь мир против России, вы будете думать, что вы правы, мыслите критически. Мне кажется, да и, наверное, уже прозревшим, вам, наверное, многим кажется, не весь мир против вас, а ваш карлик, который там в бункере, я не знаю, где он сидит, или в Кремле, в данный момент не знаю, где он. Ваш карлик против вас, потому что он делает геноцид против вашей страны. Геноцид, он не напрямую убивает людей, он убил вашу экономику. Это только цветочки, что сейчас происходит. Все будет не лучшим путем для Рашки. А если вы украинцы, которые живут в России, уезжайте. Там лучше не будет. Держимся. За нами правда. Мы победим. Ботов буду банить, если там уже будут вообще с промытыми мозгами. Если вы хотите написать злобный какой-то комментарий, лучше пойдите, посмотрите. Теория ДВС. Теория ДВС. Ссылочку оставлю в описании. Чувак вообще прям красавчик. Здраво мыслит, хорошо освещает. Чувак вообще двигателями занимается. У него на лайв-канале. Пойдите, посмотрите. То есть, вон Бербраера посмотрите, что он там говорит. Здравомыслящие люди. Дима Бербраер с самоделками занимается. Смотрите нормальных людей, которые здравомыслят, здраво освещают ситуацию в своем регионе. И тем людям, которым вы верите. Обычным людям, а не этим пропагандонам. Пропагандоны есть везде. Окей. В Рашке, в Украине везде есть пропагандоны. Я говорю то, что вижу. Не ссорьтесь. Любите друг друга. И не воюйте. Слава Украине. Слава Украине.